Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Вопрос касается того, что у автора не складываются отношения в семье, муж деспотичен за патриархальную модель поведения, не разрешая стричь волосы, курить, ходить гулять с друзьями в кафе, заводить новые знакомства. И в целом, как бы, контролируют автора. У автора есть свои потребности. Вот. Она, автор вопроса, не знала, чего хочет, значит, в жизни вышла замуж поспешно, влюбилась в человека старше на 12 лет. Вот, заменила мне отца, пишет она, работают муж вахтами, я всегда одна. Вот. Как жить? Не знает, разводится не может из-за ребенка. Вот, сейчас пишет это все и боится, чтобы муж не узнал, иначе убьет ее. Не хочет жить. И спрашивает, собственно, как жить дальше. Вот. Ну, смотрите, смотрите. Во-первых, несколько странно выглядит. Ваше сообщение о том, что... Ваш муж вас убьет. Да, если узнать, потому что... Вы сами пишите, что он работает вахтами, и вы всегда одна. Вот. То есть, ну... Если вы всегда одна, да, как он вас убьет? Тут непонятно. Дальше. Дальше. Потихонечку вам нужно выходить из позиции жертвы, и в первую очередь разбираться в том, чего вы хотите. Да? Ну, вообще. Глобально. Не реагировать на какие-то, ну, внешние стимулы жизни. А вот, а именно, смотреть, чего вы сами хотите. Вот. Смотреть, что вам нужно. Ну, и именно вам. Что именно вам нужно. В чем именно вы нуждаетесь. Да? От чего именно вы хотите. Потому что... Вот эта позиция, да, что вы... Получается, реагируете только... На внешние какие-то стимулы, да, на... Довольно-таки... Сильно вас обесценивает. Вот. И необходимо учиться брать ответственность за, собственно, вот свою жизнь. Вот. Вот. То есть необходимо... Учиться... Отвечать... За свои действия. Необходимо отвечать за свои желания. Вот. И в общем и целом отстаивать. Я бы сказал свои интересы. Свои... Эээ... И... С... 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 ... С... 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 тоже необходимо. А если у вас есть, ну, скажем так, определенные сложности, к примеру, с отцом, да, то есть вот вы говорите, что вам заменил муж отца и так далее, если есть какие-то сложности здесь, то их решать нужно, собственно говоря, с психологом, вот. Сейчас, сейчас, на данный момент, ваша позиция выглядит как позиция, повторюсь, позиция жертвы, вот, и, соответственно, вы спрашиваете у нас, как вам жить, ну, вам вот никто не скажет, никто не скажет вам, как жить, потому что, потому что вы сами решаете, вы сами только определяете, как вам жить, да. Мы можем только помочь вам найти себя, мы можем помочь вам научиться слышать себя, мы можем помочь вам разбираться со своими чувствами, замечать их, отслеживать их, вот, это все мы вам можем помочь сделать, а потом вы решаете сам. Мне показалось, что вы чувствуете себя потерянной, собственно, это и является, как бы, основной причиной, почему стали возможны такие отношения, то есть вы именно что потеряны. И подобная потеряность, она, конечно, имеет свою природу, и вот именно вот с ней, в первую очередь с ней нужно работать. Но мне кажется, что вы переполнены такой, знаете, агрессией, мне кажется, вы переполнены злостью, мне кажется, вы переполнены виной, мне кажется, вы переполнены страхом, И вот эти все чувства, они просто мешают вам почувствовать себя, так скажем. Чувствовать себя необходимо, потому что без этого вы не сможете идти по жизни. Вот, поэтому я думаю, что начать, именно вот начать нужно, именно начать нужно с того, чтобы уделять себе внимание, заботиться о себе. Вот. А дальше уже можно будет смотреть. Дальше. Я не думаю, что сколько-нибудь хорошей идеей является мысль не разводиться из-за детей. Потому что вряд ли дети счастливы ваши. Вот. Я более чем уверен, что то, как сейчас обстоят дела, да, не делает детей, ну, ваших детей счастливыми. Ух, точнее, вашего ребёнка. Вот. Поэтому вы здесь себя обманываете, что делаете это ради детей, а на самом деле вы это делаете из собственного страха. И то, что вы описываете вот по поводу своих желаний, да, я верю в то, что вы этого хотите, я верю в то, что вам это нужно, я верю в то, что вы к этому стремитесь, я в это верю. Но я также допускаю, что вполне возможно это элемент протеста. То есть мне вот не разрешают, поэтому мне хочется, что это такой вот может быть подростковый протест. Вот. Само собой я не достаиваю на этом. Само собой я не считаю, что... Ага, значит, эм... Это... Ээээ... Эээ... Ну, эээ... Эээ... 100% эээ... 100% так. Вот. Ну, тем не менее... 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 Вполне может быть... Такая история. Вот. Поэтому на это позже постарайтесь, пожалуйста... Об... Об... Эээ... Ну... Обратить свое внимание. Вот. Постарайтесь... Постарайтесь... Определиться... Эээ... Со своими... Эээ... Ну, приоритетами. Эээ... Ну, приоритетами. Эээ... Эээ... И выберите, ээээ... Пожалуйста, вот... Ээээ... Ээээ... В какую сторону, например, вы бы сами... Ээээ... Ээээ... Хотели бы меняться. И мы вам в этом... Поможем. С удовольствием. Вот. Я вам желаю удачи и всего самого доброго обращайтесь. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...